всем привет такой маленький уголочек у меня получился в розово-сиреневых тонах хочется иногда хотя бы чтобы стояли внутри конечно они огромные но это я носила кто смотрел мое предыдущее видео у нас был с было заседание клуба и я носила вот эту красавицу ванду очень красивые конечно у нее цветы так и и оставила на этой стойке больше метра это конечно стойка муж не сделал еще одна и это моя красавица лаэльян цепс был у нее еще один цветонос но они открывались не одновременно вот этот цветонос он отцвел хотелось мне чтобы зацвели они конечно все одновременно но погода у нас конечно не балует нас солнышком у нас уже наступила зима в австралии зима австралийская зима и сегодня утром даже температура опустилась до 10 градусов для нас то холодно ну днем температура поднимается 20 21 и конечно когда солнышко очень тепло хорошо что нет дождей ну конечно корневая система моих орхидеи еще мокрая и я вижу конечно последствия моих гринхаусах очень красивые цветы у этого анцепса и вот как я сказала уже стойка ну наверно метр 20 это палочка и вот как вы видите самый длинный цветонос достигает его высоты я так его и поставила так вот прикрутила здесь потому что цветоносы очень длинные они конечно свисает очень неудобно аромат такой очень нежный у нее цветочный это такая форма это не простая есть анцепс кстати тоже очень мне понравился на последний из наших заседаний красивая номина заставки а это вот такое название я когда-то тоже приобретала но вернее не приобретала мне ее кусочком можно сказать отдали и вот сейчас конечно разрослась и пора и уже она будет больше горшочек поставить потому что ну хотя у меня такая резума у нее не сильно такой шаг длинный конечно солнышко ей нужно и когда зацветает нужно влажность повышенная потому что бутоны здесь вот видно кто не знает такое вот она как клейкая такое образуется и бутоны могут склеиваться ну чтобы избежать этого нужно можно опрыскивать и конечно тогда цветочки расправляются и получается просто идеальная красота вот такой красивый уголочек тут еще цветает мой дендробиум долго конечно держится очень цветы у дендрофаленопсиса но это яркая красотка яркая яркая красавица обалденные огромные цветы очень понравилась она тоже моим членом клуба потому что это гибрид с цирулией не говорят что у цирули обычно листья лепестки заворачивается ну вот так куда ну это такое идеальный можно сказать получился гибрид очень красивые хочется смотреть и смотреть я любитель рассматривать цветочки такой красавчик расцвел 2 обалденное такое цветение пышная мне кажется такого еще не было и пересадила их более такие большие горшки в этом году и конечно цветение просто супер какой шикарный вот так вот у нас зима рождественник цветет конечно кто то скажет что это не зима ну для нас это зима на следующей неделе вообще обещают 6 градусов утром поэтому не знаю как переживут мои орхидеи ну пока что вот так вот это мой прудик который показывала уже как-то один раз и очень он понравился вот такое вот у нас кормление утренние я с камерой мои рыбки не понимают в чем дело что это за конструкцию тут принесли ну где вы там прячетесь соорудили мы такой прудик тут ничего не росло очень мало солнышко попадает сюда зимой так вообще его практически нету ну вот так вот я тут пристроила всякие маленькие цветочки в общем здорово здесь расслабляет очень конечно смотреть на рыбок небольшой такой по диаметру наверное тут может быть метра полтора наверно метр тридцать где-то так ну в общем вот такое вот мы соорудили нам тут с малышей совсем я купил этих рыбок маленькие были очень быстро выросли еще года нету в октябре я их купила растут очень быстро красивые вот такая вот у нас красота обалденные розовый уже цветает постепенно есть еще конечно цветочки ну не так уж они конечно и долго цветут это кстати я не знаю рассказывала я мне так понравилось на последней выставке в кокосе кто-то посадил такая тилансия классная или это бромелевая наверное даже это не тилансия наверное это бромелевые ну в общем проделали там там наверно от ореха такое отверстие маленькая здоровская мне очень понравилось пока я собралась делать продолжение думала на следующий день сниму получилось так что мы уже с моими орхидеями побывали на работе потом у нас была выставка в общем лягушками путешественницы поэтому была у нас выставка как я уже сказала на выходных и целый день я провела там 7 до 4 вечера с 7 утра ну в общем было весело такой день был очень продуктивный я сделаю видео о выставке и потом уже выставлю кому интересно смотрите но это продолжает свести котлейка без названия было у него у него два бутончика с этой стороны тут раскрылся еще один мне кстати сказали название и я в этой суматохе наверное не написала ну в общем подпишу обязательно конечно классная выставка была и здорово понимать что ты чего-то добился вообще здорово сейчас смотреть видео многих я получаю огромное удовольствие понимая что начинали мы все не с чего учились все друг у друга а сейчас конечно цветение такое обалденное у всех здорово что мы делаем успехи здорово что мы добиваемся каких-то маленьких успехов успехов ну в общем не знаю я рада я рада всегда изо всех поэтому это мой вот еще дендробиум цветет конечно он очень долго цветет я его носила тоже на выставку не хотела его брать потому что такое немножечко ну для меня выставка это там все такое самое самое должно быть у него такая зеленая часть не очень выглядит но как оказалось меня там очень ждали и потому что конечно у нас очень много пожилых людей в нашем клубе и им тяжело ухаживать за орхидеями а выставки делать нужно ну и в общем здорово осознавать когда ты доставляешь людям счастье и радость это кстати радиата энцикле простычея и вот она видно да вот по одному цветоносу написали мне что по два цветоноса извините я не помню всех повин по именам но вот четыре цветоноса и они выдают по одному цветоносу из каждой всегда бульба обалденная запах аромат у него конечно стоит просто шикарный это произрастает в мексике в гватемале конечно как и многие орхидеи орхидеи вот это вот я чудо купила на выставке я не могла пройти мимо всего 25 наших австралийских долларов классная аромат бесподобный это не твинкл а это природная орхидея называется она кто не знает ансидиум сатоанум я честно говоря сама не знала информации о ней но когда я услышала запах на нашем последнем собрании что это орхидея просто пахла ну не знаю в течение наверное всего дня у нас обычно собрание после часа и где-то до 3.30 до 4 в общем пока мы соберемся пока пока разберемся и я хочу сказать что это орхидея пахла всегда не знаю как твинкль пахнет я уже не помню у меня вот бутонок сейчас маленький совсем ну это конечно на меня произнесло произвело огромное впечатление я конечно его захотела как конечно уже понятно что это один из родителей ансидиума твинкль произрастает он тоже в Мексике в Гватемале Коста-Рико и называется кстати по английскому еще это бёрдсбриг или птичий клюв называют его называли и последние как написано 200 лет вот это орхидея была известна как ансидиум не буду язык ломать ну в общем вот так вот да не буду ломать язык в общем кому интересно тот прочитает ну в общем я его конечно купила себе много я не покупала единственное что я купила сразу скажу потому что наверное будут вопросы купила этот ансидиум и купила я купила я о господи стангопею купила я вот такую вот стангопея это гибрид вот такое название в общем я искала такие более листья чтобы не были огромными они не такие огромные как у многих стангопей ну в общем и цветочки вроде бы такие должны быть кругленькие в общем это вот такие вот мои покупки что я еще носила конечно я носила свой треши ай он бедный я его пересадила в большее в такой больше вазончик и будет ему немножечко больше корней и вот на заднем плане я хотела себе тоже еще один такого типа бульбофилум я покупала совсем детку маленькую и на удивление мне она выдала цветонос но он еще растет я так понимаю я не видела его полностью цветение тут вот еще мех мех мох прирастает в общем это вот такой вот бульбашек детки плачут детки плачут соседские извиняйте так вот мне хотелось потому что мой трешай конечно у меня в любимицах в любимчиках и захотелось мне еще желтенькие такие сережки иметь и вот такое вот у меня будет классно в общем ну а не знаю что еще вроде бы из нового такого фарбези ай на удивление мне опять раскрыл цветочек на следующий день после выставки малыш классный 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 такой малыш отцветает джиманиай кстати долго для природной она цветет тоже отцветает моя дигбиана было два с половиной цветочки на выставке цветочка на выставке в общем хотя бы она отметилась на выставке уже здорово это тут немножечко так открылась да можно сказать открылся один цветонос мой french rose обожаю этот дендробиум я его не носила он немножечко болеет наверное я бы сказала да но то что меня поразило конечно и наверное всех многих любителей орхидей которые приходили на выставку вот эта ванда она действительно очень красивая и не знаю мне кажется она тоже цвела вот так вот было много цветов но в этот раз просто у нее настолько какие-то огромные цветы класс я его уже показывала это я перенесла его на улицу чтобы он подышал свежим воздухом это кстати тоже моя новинка я его нашла на местном базарчике так он бедный один затерялся думаю такого у меня бульбаша нету без названия но это природная орхидея сразу сейчас и не вспомню ну в общем насилая тоже один из моих катасетумов red flower кстати на выставке тоже был у кого-то с двумя цветоносами но название было совсем другое цветы просто ну вот одинаковые поэтому конечно тяжело определить ну я так покупала с этой биркой так он и будет с такой вот бирочкой ну что еще радует меня мой малыш тоже который открыл этот цветочек с этим цветочком я его не носила на выставку потому что он бедный пострадал один половина цветочка только осталось и вот этот вот малыш открылся тоже мне на радость не хотела наверно чтобы я его носила на выставку открылся специально для меня вроде такой малыш и вот он цветет и цветет и выдает новый ростик и опять бутончик новые ростики опять бутончик здоровская аризона я ее уже показывала не раз маленькие конечно цветочки этот вообще малыш еще видите вообще малыш малыш ну он как то вот вырастают они с каждым днем он так крепчает крепчает и вырастает богатыря остался еще один цветочек тоже моей целогины я ее тоже кстати в первый день отнесла потом второй день я все таки упаковала в 6 утра в машину и поехала она радовать глазки людей в общем да выставка выставка здоровская когда-то я сама ходила и любовалась на выставке а теперь сама выставляю свои орхидеи очень было мне приятно когда можно сказать один из пожилых наших членов клуба он очень 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 толковый мужчина и конечно он главный судья и он меня просил когда у него спрашивали он меня вечно просил потому что у нас у каждого свой номер и он меня подходил и любезно просил чтобы я рассказала про свои ванды про про дендробиум тоже этот пестренький где я его покупала и что ну в общем приятно конечно когда ты начинаешь рассказывать уже людям как ты ухаживаешь как ты выращиваешь я не ожидала конечно это тоже со мной ездила это кстати ванночка со мной не ездила потому что у нее кто-то отгрыз верхушку вот там вот видите внутри как же показать еще был такой наверное цвет цветочков наверное 6 то есть кто-то откусил ну вот такие вот у меня природные такой природный уход да за орхидеями ну я очень рада и этому это кстати аскоценда little flame очень такая кстати она цветонос такой большой я бы сказала а это я не показала да болтаю болтаю заболталась такое видео получится немножечко сумбурная немножечко обо всем да очень люблю эту ванду она у меня наверное самая 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 длинная да вот так вот вот такая вот она у меня ароматная тоже очень ароматная очень она у меня давно цветочки открываются такие невзрачные ну потом они тоже со временем увеличиваются и пахнут я ее не носила тоже на выставку поэтому там ее не будет классные цветочки кстати про выставку меня спросили тоже как у нас судят как называется большие куртины орхидеи большие куртины называются specimen ну или как на русский перевести это образец ну в общем большая куртина я даже не знаю мне вот интересно ну вот это вот наверное уже как полу specimen да что у меня из больших из больших у меня ну вот ладно уже будем идти да будем идти кстати моя малышня тоже хараэлла она уже кстати не хараэлла она уже гастрохиллус ретро калу называется ну а specimen наверное вот это вот вот такое да и даже как его как не отойти чтобы вам его показать это моя гонгора а это моя гонгора огромный 25 наверное 30 сантиметров у него горшок и бульбы уже ну бульбы большие в общем вот это вот specimen и конечно когда он зацветает это должно быть красиво ну а так малышня конечно малышня малышней да да кстати ну уже будем гулять сегодня да прогулка это мой white bed plant кто помнит кто видел я когда его купила я была в шоке в общем сколько он у меня уже наверное не знаю с дня мамы в мае у нас день мамы май март апрель май июнь в мае да что то я наверное то нет ну не может быть чтобы он у меня месяц был в общем что то я наверное путаю нет я реально посмотрела это было 8 мая ну наверное мне заранее его купили в общем есть у меня видео наверное отдельно о нем и в общем прогресс какой выросла два новых листика вот этот первый лист он такой немножечко поменьше был вот этот второй лист просто огромный обалденный растет третий листик выдала она мне две детки знаете я рада тому что конечно она у меня принялась принялась оно в общем растение и вот всего у меня два таких вот бубенчика висят ну в общем семена наверное я так понимаю да ну здорово посмотрим что там будет ну и дополнение про судейство я просто когда-то училась на судейство потом я забросила это дело ну когда-нибудь я опять начну это дело делать ладно в общем пока что времени не хватает что меня спросили как мы судим это я когда учила ну вот и все си м и х си си и вот разные поинты то есть и все си это самая высшая получается награда 85 из 100 фест классе фест класс сертификат ну это на английском да я где-то переводила чтобы более мне было понятно это кстати австралиан консул фуджа джин хэндбук ну в общем справочник для совета австралии по это судебному да по судейству судить орхидеи как ну и в общем вот так вот как их судить все изменения с 2016 года так ну и вот 85 баллов то что я говорила хотела я вот награда за культурную награду и конечно судится я где-то рассказывала что не меньше уже не помню сколько не менее пяти или шести должно быть судей и конечно очень много очень очень много критерий у меня здесь в книжке в этой конечно все изложено я не буду это это конечно очень очень долго с и это дополнение потом идет для наград уже в общем это конечно целая целая наука учить здесь очень много по каждому по каждому по каждому есть и по катасетуму кстати катасетумные женские цветы они не считаются вообще их нельзя судить поэтому здесь описано конечно все очень много цветов сколько всего должно быть у каждого вот допустим у каждого бульбофилом а вот сколько все описывается сколько списис сколько природных орхидей в роду сколько должно быть цветов какие должны быть цветы и ну в общем все описывается конечно очень долго рассказывать меня спросили но это все реально вот 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 это сейчас я в общем я я наверное не буду этим всем заполнять как говорится эфир я не думаю что это всем интересно конечно многим интересно но но это очень 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 и очень нужно все изучать и нужно все тут очень много информации поэтому ну реально я не думаю что это стоит сейчас рассказывать это наверное целое видео можно тут у меня награды какие были за что в общем целая книжка поэтому вернемся к цветочкам это уже лучше чем это кому интересно я думаю что можно конечно изучить эту всю информацию ну в общем на этой нотке хочу с вами попрощаться всем прекрасное настроение всем солнечных дней всем мирного неба над головой